Правовой беспредел в поселке Боровая Киевской области. Несмотря на решение Фастовского городского районного суда, местная глава сельсовета не может приступить к работе. Фактически в Боровой сейчас царит двоевластие. По факту руководят одни, а по закону должны другие. Ситуацию разбирались наши корреспонденты. В Украине уже постоянная практика невыполнения судебных решений. Очередной происходит с Дмитрием Басым. У него на руках решение Фастовского суда. В нем говорится восстановить на посту главы поселка Боровая Фастовского района, на котором его утвердил местный совет два с половиной года назад. Однако при спорной процедуре его сместили полгода назад. Утверждает, не хотел подписывать коррупционные документы. Однако полномочия ему сейчас так и не передали. Все это свавилье, анархия, саботаж и захопление влады происходит безусловно за руководство и его четкой координацией. И это голова Фастовской районной ради Сивоненко Геннадий Павлович. Сам глава райсовета Геннадий Сивоненко сейчас в отпуске. Отвергает свою причастность к конфликту. Местные депутаты считают, что причиной конфликта является земельный ресурс. И все, что произошло, желание его раздеребанить. Басой был сдерживающим фактором. Тот, по словам депутатов, препятствовал махинациям. В ведении по Совету 320 гектар земли. У местных народных избранников есть информация, что треть уже собираются отдать под застройку. А поселок совсем рядом от столицы. Корупционное вопрос – это земли, которых у нас очень много. Она не распакована между людьми. И поэтому это очень просто отримать. И потом это использовать и распродавать. Массив близко 90 гектар с государственной земли был запроектован под житловую многоповерховую забудову. Поэтому это свидетельство того, что глава, руководитель Фастовской районной ради, за предыдущей с местным забудовником, Мяликом Виктором Нечипировичем, запроектовали перспективную многоповерховую забудову. И, на мою думку, в этом обучается коррупционная складова. О процедуре восстановления у секретаря постсовета Юрия Руденко есть свое мнение. Для этого есть установлен законный термин на апелляцию. Апелляция была подана на это решение суду. Мы хотели бы дождаться, как представитель селищной ради, в особе выполняющего обязательства главы, хотели бы видеть решение апелляции. Суд мог помилитись, правда? За разъяснениями мы обратились к независимым юристам. По закону, говорит Владимир Малюга, нынешний секретарь должен был бы просто подписать распоряжение о возобновлении полномочий Дмитрия Басова. А теперь для него самого создается угрожающая ситуация. У випадку невиконания решения суду данным органом, секретарем действующим, который еще действует, настаёт его непосредственно криминальная ответственность, оскольки невиконание решения суду, которое по трудовым спорам выполняется непосредственно после его принятия, тягнет за собой криминальную ответственность. И в данном случае санкция статей предбачает больше 5 до 8 лет позбавления воли. Пока же на днях планируется проведение по этому вопросу вече жителей Боровой. Линчуванием сняли его и все. Будем добиваться, будем поднимать людей. Носием влады есть народ. Я думаю, что решим это вопрос законным образом. В свою очередь депутаты уже передали в районную прокуратуру документы о злоупотреблениях с местным бюджетом и фактах возможной коррупции с землей на районном уровне. Зараз на теперешнем этапе справа передана до правоохоронных органов для открытия криминального проведения. Мы обратимся к правоохоронных органов, именно для того, чтобы законным шляхом добиться того, чтобы у нас в селище было верховенство права. Прокуратуру, фастовскую, міськую прокуратуру обратились. В ответ пока еще не подошла. Завтра должна состояться сессия постсовета. По мнению юриста, воно может только усугубить ситуацию. Глава поселка уже передал иск в суд высшей инстанции, который, по его мнению, утвердит его в правах и, наконец, разъяснит местным чиновникам ситуацию. Геннадий Вивданко, Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер из Киевской области.